Я думаю, что нужно сначала дать слово игроку, лидеру сегодняшней игры, которая отдала сегодня все силы. Я скажу так, что эту игру выиграла. Да, выиграла вся команда, но она сделала, так сказать, практически невозможное. Вернула команду в игру. Так что, Наталья, слово тебе. Спасибо, Александр Витальевич. Непростая победа. Я считаю, что мы сегодня можно отметить то, что как мы в защите играли. Несмотря на то, что где провалы, мы там подбор проигрывали, но мы всегда все равно старались играть до последнего. Защита агрессивная. Да, что-то не получалось, но как бы и мои броски все были благодаря девочке с заслоном и так далее. Спейсинг, то есть командная работа. Мы молодцы. Надо было выигрывать. Эта игра была тяжелая, да, но я была настроена только на победу. И пыталась это своей команде показать, сказать, чтобы мы не опускали руки, ни в коем случае боролись до конца. Ну что, собственно, и получилось. Мы выиграли. В Новосибирском всегда, что играем мы на выезде с ними тяжело. Это, во-первых, разница во времени, вообще перелет. Ну и дома. Это непростая команда. У них легионеры тоже. Много хороших игроков. Но мы всегда настраиваемся на каждую команду. Ну, с ответственностью полностью. Что будет непростая игра. Поэтому настрой всегда на 100%. Ну, а я благодарен и Наталье, и всей команде за самодачу. Самодачу, за желание побеждать. Где-то не получалось. Много делали потерь. После долгого перерыва, оно получается, практически 10 дней. Были на сборах, на сборной. Одни игроки, команда тренировалась не в полном составе. И все это сказалось. Это сказалось еще на игре с «Динамо». И опять у нас недельный перерыв был. Мы играли через неделю. Вот. И вот эта нехватка игровой практики, она сказывается. Потеря, так сказать, ну, скорее всего, какой-то мобильности, ритма своей команды. Я думаю, с этой игрой мы немножко улучшим качество. И в нападении, не в защите. И дальше продолжим играть и выигрывать. Я, наверное, ждал два вопроса. Ну, раз вы задали общий вопрос. Первый. Мы расстались с Престендли. Не то, что она хорошая девочка. Но она не подходит нам по игре. Мы ждали два месяца, но она за эти два месяца не прибавила. И, по всей вероятности, болезнь ковидная, которая переболела летом, скорее всего, это сказалось. Она не восстановилась полностью. И то, что видел я в начале, когда нам ее предлагали, хотя она не играла полгода, это два разных игрока. Поэтому, ну, к сожалению, я терпеть дальше не смог. И руководство тоже. И мы по обоюдному согласию, мы расстались. Второй вопрос, наверное, должен был быть от вас по Олене Михайловой. Мы также расторгли по обоюдному согласию. Причину скажу. Игрок приехал в Оренбург с большими амбициями. И это правильно. Но он эти амбиции и карбланш получал в команде Суперлиги Вологда. Здесь Премьер-лига. Здесь немножко другие приоритеты и другие игроки. Все хотят быть лидерами. Но нужно показывать свое лидерство на прощадке. У него был хороший шанс в предсезонке. Не всегда все получалось. Да, были неплохие моменты, но стабильности нет. Поэтому игрок изъявил желание, в первую очередь это было желание его, уйти по-хорошему в другой клуб. Мы договорились, что она доиграет до 1 декабря и мы отпустим ее. Потому что игрок 2000 года. Ей нужно играть, ей нужно получать игровой опыт. К сожалению, у нас в таких матчах, а я уже с первой игры дома, я сказал, что все игры будут очень тяжелые и валидольные. И на сегодняшний день оно так и происходит. Поэтому я где-то доверяю более опытным игрокам. Я могу, конечно, поставить ее, но за результат вы же спросите с меня и все остальные. Поэтому мы, еще раз, мы с ней не сказали до свидания. Мы сказали, что на этот сезон она играет там, ну не знаю, где Ростов или Омск и так далее. Придет ее время, возможно, она вернется. И она сказала, что я буду рада быть здесь, играть, но уже, может быть, на других ролях. То есть, если она будет лидером и будет показывать, почему нет. Поэтому здесь вот такая ситуация. Что касается дальнейшего, да, мы ведем поиски, идут переговоры на сегодняшний день. Я скажу так. Ситуация по игрокам, по всем игрокам на любую позицию сейчас в России очень сложная. И вы это прекрасно знаете. Высокооплачиваемых игроков мы взять не можем в связи с финансовым. Потому что, ну, есть финансовая составляющая, которая не позволяет нам взять очень дорогих игроков. То есть, мы ищем хороших, добротных, средних игроков. На сегодняшний день даже таких нету. Вот. Я думаю, через 5-6 дней вы узнаете, информации будет, я просто не хочу давать. Но игрок будет один. Я все же предпочитаю игрокам с теми, с кем я работал. Да, она будет молодой игрок, но, не знаю, вот у меня Чуйка всегда работает. Тут вот вот. Она, не скажу, что она лидером будет, но она Алисе поможет в первую позицию. Она поможет и не сломает игру. Поэтому, еще раз говорю, я не возлагаю больших надежд на нее. Но игрок молодой, но умный и перспективный. Ну, давайте так, сначала я по Яне отвечу. Она завоевывает степень моего доверия. Но в большей степени она мне понравится, когда она играет в позиции второй. Вот. Есть у нее небольшие проблемки с дриблингом. Вот. Но, в общем-то, есть такие моменты, что, когда она начинает разыгрывать мячи, у меня сердце замирает. И самое главное в этой ситуации, чтобы она не потеряла этот мяч. Вот. Но она не первый номер, она вторая позиция. Она шутер-гард. Вот. Ей меньше дриблингом. Хотя она неплохо играет заслону с мячом. Она может раскрыть, она может атаку сделать, среднюю, дальнюю. То есть, это ее. А вот разыграть, вывести, она, конечно, и устает, и здесь немножко голова у нее не срабатывает. Хотя, еще раз говорю, к ней доверие не падает, а поднимается. А, по поводу 9 потерь. Я скажу так, что для меня это самое страшное, наверное, в игре, особенно в первой четверти, когда команда теряет 9 потерь. И я скажу, что из них 3, по-моему, капитан команды. Вот. Но здесь не про 9 потерь в первой четверти, а общее количество 21. Она нас как преследует. К каждой игре преследует. Я никак не могу вывести. Я уже многие сеты не то что урезал, а изменил, чтобы ограничить в передачах даже. Но мы теряем мячи не на передачах, мы теряем мячи на дриблинге. Вот в чем проблема. А это технические качества игрока. Здесь тренер, ни один тренер вам не поможет. То есть, изменить сеты и так далее. Да, можно сделать экстра передачу и потерять пас через большое с большим. Было сегодня. Но когда игроки теряют на дриблинге, вот это самое, для меня самое болезненное. Надеюсь, мы немножко сейчас после вот этих двух недель еще раз поймаем свой ритм игры и уменьшим количество потерь. А так, еще раз, я доволен не только игрой. Игрой, конечно, не доволен ни один тренер будет. А я доволен, что команда не сломалась. Даже когда проигрывал в концовке, где-то что-то не получалось у них. Да, я волновался и психовал. А их заставлял играть спокойно и уверенно. Поэтому, а девчонки заслужили сегодня победу, это на 100%. Может быть и больше.